В Ярославле отметили Международный день танго. Этот смелый зажигательный танец появился в конце 19 века. Он даже имеет собственный музыкальный жанр с характерными мелодиями, эмоциями, сложными ритмами и неожиданными текстами. В чем отличие аргентинского танго от бального? Почему движение ног самая сложная часть в танце? Об этом и не только сейчас в программе на повестке дня. Вас приветствует Анна Лазоркина, вместе со мной в студии Алексей Зданевич и Марина Севкова, финалисты чемпионата России, призеры и победители российских соревнований по танцевальному спорту. Марина Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите нам об истории появления танца. В чем отличие бального и аргентинского танго? И в Ярославле этому учат? Ну, история возникновения аргентинского танго началась в конце 19 века в Аргентине. Изначально этот танец был, танцевали мужчины между собой, но потом пошло большое распространение. Этот танец завезли в Европу люди из высшего общества, кто танцевали. И так, собственно, и начало набирать обороты аргентинского танго. Разные стили, разные направления есть в аргентинском танго, своя специфика. Чем отличие бального танго от аргентинского танго? Аргентинское танго – это некая импровизация. То есть мужчина заранее придумывает схему про себя, женщина не знает, куда он поведет, в какой ритм, в какую секунду что. А бальная танго – там заранее изучены фигуры, заранее поставлена схема, которая отрабатывается под музыку. Вот, все, в принципе, самое главное различие. А в Ярославле как дела? В Ярославле обучаются, да, и есть и аргентинская танго школы, и также больные, естественно, больная аргентинская танго. Марина, как давно занимаетесь больными танцами? Как вы нашли Алексея или он вас нашел? Больная танция пришла в 2017 году, отдала свою старшую дочку сначала Полину, вот, и вслед за ней решила пойти тоже позаниматься. Специально как бы тренера не выбирала, просто пришла в школу, сказала, что я хочу танцевать, вот, и в то время Алексей работал в этой школе танцев, и он стал моим тренером. Вначале я была его ученицей долгое время, а потом мы перешли в спорт два года назад и, в общем-то, стали партнерами. Так что это мой единственный неповторимый тренер и партнер с самого начала. С ним я сделала первые шаги в больных танцах. Алексей, а как сложно найти свою пару, партнершу свою, и какие-то у вас особенные требования к ней, или вот гармоничное развитие пары, победы, это и есть показатель правильного выбора? Ну, самое главное, когда люди учатся, самое главное это желание и любовь к танцу. Если это есть, вот, огромное желание выучить, то, собственно, все достигается. Марина, а танго для вас что это такое? Сложное ли это? И какие личные открытия вы сделали в танго? Танго, безусловно, сложный танец, я считаю. Он страстный, красивый, но требующий достаточной физической подготовки у партнеров. То есть это не просто должна быть выносливость. А какие самые сложные элементы? Для меня была сложность в том, чтобы подстроиться к партнеру, когда происходит какая-то импровизация, и показать характер танца, показать энергию в танце, в танго, именно определенные шаги, характерные для этого танца. Мы, выходя на паркет, не знаем ни размеров паркета, ни какая будет площадка, большая или маленькая, то есть мы должны разместить нашу вариацию в пределах этой площадки. И мы не знаем, сколько пар выйдет на паркет, мы должны по возможности не сталкиваться с парами. И в этом смысле Алексей очень опытный партнер, мы достаточно редко сталкиваемся, я ему за это очень благодарна. Ну и, конечно, характер танца это тоже сложно, музыкальность, ритм, определенный счет в танце мы должны соблюдать. Выходя на паркет, мы не знаем, какой трек поставят конкретно. То есть это музыка в стиле танго, но какой будет конкретный трек, не знаю. Да, ну вот я немножко добавлю, это в первую очередь спорт, где требуется много физических усилий, и в паре совместное танцевание должны быть оба партнера на одной волне. То есть не у каждого своя программа какая-то, а все совместно. И еще хочу добавить, что когда все просто, когда тренируешься просто в зале, когда вариация сложилась, и нет людей, и нет пар, никто не мешает, это все очень хорошо, когда на паркете ты уходишь, всегда появляются сложности и импровизации, и нужно быстро подстроиться под партнером. Мы практически не успеваем разговаривать в паре, то есть это нужно чувствовать тело в паркете. То есть получается, Алексей, что танго – это не только неудержимая страсть, ведь на паркете это все иначе. За что снижают баллы? Снижают баллы за совместное танцевание, за немузыкальность, естественно. Это если мы говорим про спортивные именно бальные танцы, про то, что мы танцуем. В первую очередь это совместное танцевание в паре и музыкальность. Это такое самое главное. Ну и технические, там моменты очень много, всяких мелких технических моментов, которые мы должны протанцевать. То есть не просто показать характер танца, а именно еще правильно станцевать эти фигуры, которые у нас поставлены в нашей вариации. Марина, а в каких костюмах исполняют танго на соревнованиях? Много ли свободы выбора? Что главное – броскость, стиль пары или удобство? Танго девочки исполняют в длинном платье для европейской программы. Партнеры выступают во фраках. Сейчас достаточно жесткие требования к костюмам, строгие правила, их множество. Шьются костюмы только у специальных людей, которые занимаются пошивом одежды для бальных танцев. На самом деле очень много правил, нет ограничений по цвету, но платье должно соответствовать нормам. То есть оно должно быть хорошо закреплено на теле. С него не должны падать перья, камни. Стражи, которые мешают другим парам и могут травмировать. Оно не должно мешать партнеру по возможности во время танца. Ну и не мешать, конечно, видеосъемке, не закрывать лица. По поводу удобства, конечно, нет. Я бы сказала, что это неудобное платье, они тяжелые, на них много камней. Удобным это платье я бы точно не назвала. Вот вы сейчас сказали, что вы в паре иногда общаетесь. Ну, может быть, часто какие-то знаки, жесты, какие слова другу говорите? Можно ли это вообще делать на соревнованиях? Ну, музыка громкая, никто не слышит. Можно что-то идти и шепнуть на ушко. Или пара, столкновение какое-то, что-то. Или предупредить. То есть просто там тихонечко что-то сказать. Этого никто не видит, не слышит, кроме нас. В основном пара управляет, да, партнер. И Алексей в этом смысле очень опытный. Мне иногда кажется, что он видит на 360 градусов округ. Вот, и как бы я уже в редких случаях как-то торможу пару, если мы идем на столкновение. За столкновение снижают, конечно, оценки и делают замечания. Да, некорректное поведение оказывается. А в каких соревнованиях танго с Мариной принесло вам успех в вашей паре? И к чему сейчас готовитесь? Мы танцуем всю программу, да, не только танго, но если так вот быть более конкретным. То есть это у нас суммарно, суммарно за счет из пяти танцев идет, да. И в каждом, вот, свои критерии в каждом танце, суммируются баллы. Готовимся мы сейчас, вот буквально в следующей неделе, всероссийские соревнования. Кубок сильнейших, да, в Москве будет. Мы готовимся, да. Ну, мы танцуем еще и латиноамериканскую программу с недавнего времени, да. То есть мы и европейскую, и латиноамериканскую пытаемся танцевать. И участвуем в двоеборье. Так что... Успехов в вашей паре. Спасибо. На мои вопросы отвечали Алексей Зданевич и Марина Сивкова, финалисты чемпионата России, призеры и победители российских соревнований по танцевальному спорту. Это была программа на повестке дня. Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на Градском телеканале. Запись доступна также на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работала Анна Лазоркина. Всего доброго.